История Андрея Павлюченко из Марьинского района, которую мы рассказывали месяц назад, шокирует из-за ошибки врачей у 19-летнего парня, психическое развитие младенца. Семья не отказалась от сына-инвалида, все деньги идут на его лечение и поддержку. На днях родных Андрея постигла еще одна беда. Мама мальчика попала в больницу. Кто поможет семье, смотрите далее. Она не оставляет внука даже на пару часов. Андрей не может самостоятельно есть, пить, говорить. Любую одежду с себя срывает. А ну парочки давай, бабушка, подивися. Ногтики есть, Андрюша? Ой, надо же ногтики обрезать нам, да? Этот кошмар длится почти 19 лет. Мальчик стал инвалидом в 4-месячном возрасте. Это вот когда стрельба была, он насколько на это все реагировал, что каждый день надо было два укола утром и вечером давать. А бывало так, что и уколы не помогают. И мы вот тогда встаем на колени и молимся, Господу Богу, больше у нас никакой надежды нет. Андрея воспитывает мама и бабушка. Пенсии по уходу за ребенком инвалидам не хватает. Мальчику необходима постоянная 30-ти градусная температура в доме. Иначе его мучают судороги и боль. Я каждый месяц сейчас с повышением тарифов 1400-1500 плачу за месяц за электроэнергию. Моя пенсия угодит на то, чтобы ему купить продукты. Семья, живущая на линии соприкосновения, до недавнего времени не знала, как перезимовать без денег и лекарств. Надежда появилась, когда в конце октября в Георгиевку привезли гуманитарную помощь штаба Рината Ахметова. Узнав о бедственном положении ребенка, штаб немедленно принял решение взять его под особую опеку. Сразу закупили детские смеси. Андрей может принимать лишь перетертую и жидкую пищу. Для мальчика детское питание, а также препараты для мальчика. Боже, я не верю глазам своим. Однако едва волонтеры доставили помощь, как семью постигло новое несчастье. Ой-ой-ой! Тут есть смещение. Мама Андрея, Татьяна Павлюченко, получила сложный перелом ноги. Женщине срочно потребовалась операция и вживление дорогостоящей конструкции. На операцию Татьяны не было ни копейки. Все необходимое для лечения приобрел штаб Рината Ахметова. Для нас это как с неба такой подарок, как от Бога. Я не знаю, просто у меня нет слов. Я не верила. За 19 лет жизни моего сына никто не помог, только Ринат Леонидович. Татьяну прооперировали. Врачи пообещали, будет ходить. Но на это уйдет некоторое время. Такие переломы срастаются где-то до 4 месяцев. Но нагрузку на ногу при таких конструкциях можно делать, начиная с 2,5 месяцев. Сейчас у семьи Павлюченко есть необходимый запас продуктов и медикаментов. Эта помощь, она вовремя пришла. И я очень благодарна Ринату Леонидовичу за его чуткость, за его понимание нашего горя, что он вот так вот на чужую боль откликнулся. Это человек с большой буквы. Ольга Николаевна с нетерпением ждет возвращения дочери из больницы. И с надеждой смотрит в будущее. Юлия Меншакирова, Владимир Конопля, Телеканал Донбасс.